Часть 2. Так что же произошло с Россией? Почему огромная по численности и великая по своей культуре страна оказалась в таком трагическом положении? Десятки миллионов расстрелянных и замученных, умерших от голода и погибших в «победоносной» войне. Страна героев, мучеников и тюремных надсмотрщиков. Почему? И опять идут поиски «особой миссии» в кавычках России. На этот раз наиболее распространенной идеей становится старая, но перевернутая в кавычках идея. Россия выполняет свою миссию – предостеречь мир от гибельности искусственных, государственных и общественных образований, показать несбыточность и даже катастрофичность социализма, надеждами на которые жили «передовые» люди, особенно в XIX веке. Это невероятно! Я отказываюсь верить даже в одну сотую, одну тысячную долю благодетельности такой «миссии» в кавычках. Никакой особой миссии у России нет и не было! Судьба нации принципиально не отличается от судьбы человека. Если человек приходит в мир со свободной волей, может выбирать сам свою судьбу, может стать на сторону добра или зла, сам отвечает за себя и сам себя судит за свой выбор, обрекая на чрезвычайные страдания или на счастье признания. Нет, не собой, а высшим судьей своей причастности к добру. Я намеренно выбираю осторожные выражения, ибо никто не знает точно, как происходит этот суд. То и любая нация точно так же отвечает за свою судьбу. И не надо ни на кого сваливать вину за свою «несчастность» в кавычках, ни на коварных соседей или завоевателей, ни на случайности, ибо и случайности далеко не случайны, но не потому, что существует какая-то «судьба» в кавычках, рок или миссия, а в силу того, что у случайностей есть конкретные причины. Субтитры создавал DimaTorzok